Здравствуйте, доктора! Приглашаю вас на вебинар по избирательному пришлифованию. Эту тему меня попросили осветить слушатели моего предыдущего акклюзионного вебинара, и это будет логичное продолжение. Но почему эта тема может быть в принципе интересной? Во-первых, манипуляции по избирательному пришлифованию мы выполняем ежедневно, когда ставим пломбу или коронку. Во-вторых, техника избирательного пришлифования должен владеть ортодонт, который заканчивает ортодонтическое лечение для нивелирования акклюзии, а значит для предотвращения рецидивов. Избирательное пришлифование может быть методом выбора для пациентов с дисфункцией мышечной или суставной, которые не готовы по каким-то причинам к длительному и дорогостоящему лечению. А какое положение пациента при избирательном пришлифовании лежа, сидя или, может быть, стоя в ортопедических стельках выбрать? А этот вопрос часто задают доктора, поскольку ответ неоднозначный, давайте разберем его на вебинаре. К этому будет интересно. Присоединяйтесь.